Зеленский. Россия победила в Грузии и идет в том же направлении в отношении Молдовы. Россия в свое время победила в Грузии, чтобы изменить политический курс страны. Теперь враг планирует сделать то же самое и с Молдовой, если Запад не прекратит свои разговоры о красных линиях. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы. По словам Зеленского, Россия желает восстановить Советский Союз. Сегодня же она пытается реализовать свой план без оружия, впрочем именно с оружия это когда-то началось в Грузии. В конце концов, враг победил, после оккупации части страны и изменения ее политики, а также правительство, которое теперь придерживается пророссийской позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии, их выбор, дружба с Россией, их выбор, не идти в Европейский Союз. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии. Это в отношении Грузии. Что касается Молдовы. Они идут в том же направлении. Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях, отметил Зеленский. Президент добавил, что Запад потеряет Молдову через несколько лет, если будет продолжать сегодняшнюю риторику. А Украина? Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией, мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими. Вот и все, отметил он. Выборы в Молдове. Недавно в Молдове прошли президентские выборы, а также референдум по вступлению страны в Европейский Союз. Во время выборов Министерства иностранных дел, МИД, Молдовы обвинила Россию в умышленном создании очередей на избирательных участках. Перед этим вице-премьер-министр Кристина Герасимова заявила, что РФ также осуществляет масштабную кампанию по дестабилизации политической ситуации в стране. По ее словам, Москва выделила около 100 миллионов евро, чтобы сорвать президентские выборы и референдум. Более подробно о результатах выборов и референдума в Молдове в материале РБК как Украина.